Вот тут у нас столик пододвигаем. Уголок в доме у племянницы. Вот и все, что есть у Анастасии Бадамшиной, труженицы тыла Великой Отечественной. Девочкой она рыла окопы под Чапаевском. После войны до самой пенсии проработала в пекарне в селе Осинки. Похоронила мужа и троих сыновей. И не думала, что под старость лет лишится даже собственного дома. Его признали аварийным, а новую квартиру до сих пор не дали. Когда землянку уже списали, я там очень нажилась в трудных условиях. Холодно, голодно, ни воды, ничего. Так жила. Не жила, а существовала. В этой дворовой постройке 88-летняя Анастасия Бадамшина прожила 15 лет. Она перебралась сюда, когда в доме жить стало невозможно. Стены покосились, с потолка лилась вода, в щели задувал ветер. Когда племянница об этом узнала, забрала к бабушку себе, хотя сама живет в небольшом двухкомнатном доме с двумя детьми и мужем. Вот в таких нечеловеческих условиях жила у нас ветеран и труженик тыла. Вот здесь вот у нее была кухонька. Это у нее была печечка. Вот она топилась. Потом она дрова брала, вот она с этого дома со старого разбирала. В администрации Безенчукского района объясняют. Анастасия Бадамшина стоит сразу в двух очередях на квартиру. Как переселенец из аварийного жилья, она девятая на очереди, как труженица тыла четвертая. На время ожидания ей предложили комнату в общежитии, от которой пришлось отказаться. Вы комнату эту в общежитии видели? Без воды, грязное общежитие, бомжи ходят, стучат ногами. Она там плакала постоянно. Она прожила там немножечко. Но она опять вынуждена была прийти в эти условия, потому что там не лучшее условие. По словам чиновников, очередь движется медленно, потому что ежегодно из областного бюджета средств выделяют недостаточно. К сожалению, на данную категорию выделяют в расчете где-то на наш район около двух человек. И поэтому данные социальные выплаты выделяются, вернее, люди обеспечиваются по мере поступления данных социальных выплат. Этим делом заинтересовалась районная прокуратура. Почему переселенцу из аварийного жилья так долго не дают квартиру? В целях восстановления ее жилищных прав прокуратуры района в Безенчугский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального района Безенчугский министерства социально-демографического развития и семейной политики Самарской области обязать предоставить труженику тылы Бадамшина Анастасии Григорьевны социальную выплату на приобретение жилья. Вопрос обеспечения жилым помещением труженика тыла взят прокуратура района на контроль. Если в район не поступит никаких дополнительных средств на приобретение жилья, в порядке очереди Анастасия Бадамшина получит квартиру не раньше, чем через два года.